друзья всем привет вы на моем канале так вот это беголет evo max 15 2 номер мы здесь дорабатываем баг у нас проблема получилась вот здесь после того как у на испытаниях у нас разлетелся один из винтов поставленный нашим контрагентом мы делаем его приводим вновь да кстати кто не знает я александр бегак конструктор новатор изобретатели тогда и т.п. короче подпишитесь на мой канал сразу поставьте лайк а я веду здоровый образ жизни и вам советую я изменился и хочу чтобы весь мир стал лучше вот с такими аппаратами поэтому смотрим значит быстренько по этому аппарату у нас новый винт он вроде похож на предыдущий но у него шаг чуть чуть побольше то есть у нас скорость будет теперь повыше ну и плюс низкогорье но не высокогорье он будет тоже летать как бы нормально ну чушь какую-то пронес но неважно а дальше что у нас здесь мы доработали ручку газа она стала работать более мягко но потому что закусывал после падения зеркала у нас установлены вот такие для того чтобы на взлете видеть купол и когда едешь на машине тоже видеть все дальше у нас насос установится подкачать бензин заменили сгоревший блок зарядки аккумулятора но в целом все можно будет летать буквально через пару недель ему через неделю я восстановлюсь и ну и полетим ну как я вам покажу вот все работает фары работают вот прожектор тоже работает это чтобы днем и ночью летать вот салон у нас тоже здесь подсвечивается ну короче все в норме но также также я хотел напомнить что мы продолжаем делать то есть я продолжаю создавать арт-объект естественно для моих помощников для моей команды для того чтобы эксплуатировать этот аппарат на аэродроме его подарил наш друг это игорь спасибо тебе большое она эта машина долго проставил в гараже не лапся но мы ее восстановили но это круто когда можно из помойки сделать из говна конфетку извиняюсь за прямоту смотрим серый привет 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 что ты делаешь я сейчас подгоняю бампер как раз таки будем сюда крепить возможно это вот эту часть и наращивать бампер на чтобы создать объемный дизайн также что мы еще сделали наварили здесь закрыли полностью отверстия которые были выпилены проварили и будем как перезачиваться ну вот вырезана под фары до вырезана это под фары зачищать и подшкурим и все будет красивее но здесь же у нас на рост будет еще увеличение дизайне буду делать как ты замком думаешь разобраться здесь поставим импортный замок наверное даже от майбаха купим замок сюда поставим и будет он закрываться на электронном ну на электронном ключе то есть будет полностью не надо не отбай майбаха мы делаем бюджетную машину мы просто показываем что можно сделать своими руками из советского автопрома старого советского социалистического но майбах так майбах будет электронный замок здесь на дверях будет электронный замок так и также поставим сюда значит турбину и будем уже на ставить полностью авиационную систему разгона ну да и крылья мы же примеряли крылья на самом начале крылья будут да так значит здесь у нас практически идет завершающая стадия диодные фары для чего у нас еще вот подскажи нашим коллегам друзьям диодные фары здесь стоят от старой из советской телеги называется камри да называется камри вот диодные фары современные мало мало потребляющие и в принципе стабильность своей работе и долговечные но еще самое главное друзья диодные фары мы не просто так поставили ну во первых у нас просто они были их нам подарили они тут остались от одного аппарата который разбили но их хорошо видно в тумане достаточно далеко то есть обычные ламповые фары которые здесь стояли но я вот сейчас вам покажу у нас вот они как бы здесь остались ну вот сравните вот эти и вот эти но есть разница их плохо видно в темноте да и днем особенно плохо видно такую историю поэтому мы подошли к этому этапу особенно сзади очень скрупулезно здесь будет еще сверху установлен у нас спойлер на котором диодная лента будет показывать торможение это чтоб на уровне глаз водителя там едущего сзади транспорта ну собственно так же как и спереди менять мы не будем основной бампер не будем до менять нет вам первое остается мы просто его наращиваем что он будет как основной силовой конструкционной основа элемент основа да еще обратите внимание здесь очень хороший алюминиевый профиль стоит внутри он обеспечивает именно безопасность мы не собираемся сильно менять конструктив мы хотим лучше просто машин заводской конструкции является поэтому его убирать не ни в коем случае нельзя друзья на сегодня как бы все завтра я вам покажу еще кое-что интересное собственно ради чего тут делается моими коллегами друзьями один большой проект но он уже геополитические государственной и у меня есть особое поручение но об этом завтра а сегодня подпишитесь на канал поставьте нам вот такой лайк потому что мы крутые вы тоже потому что вы смотрите нас и давайте смотреть дальше и полетаем